привет дорогие друзья ну что ж продолжаем продолжаю вернее серию обзоров видео по поводу различий защитного элемента на банкнотах украины и так 500 гривен гонтарева или гонтарева как правильно не имеет значения и здесь надо найти уникальную особенность смотрите здесь вот эта надпись но должно это дело выглядеть вот так вот одна маленькая полосочка и вот с этой одной маленькой полосочки у меня нету у кого нету ищите банкноту вот с такой видите верхняя одна полосочка вот у меня все 5 сотки без этих полосочек вот сейчас попробую показать вот здесь правда ну вот так вот видно вот видите полосочки нету вот у меня еще одна из пятисотка и здесь вот полосочки нету вот надо найти такую пятисотку с полосочкой с полосочкой это получается старого образца защитный элемент нового образца пошли все без полосочек и так что мы имеем 50 гривен 100 гривен 200 и 500 гривен имеют вот такие необычные особенности в виде полосочек и без полосочек на защитных элементах на банкнотах украины за 2014 год теперь из интересного смотрите сегодня курс доллара обвалился гривна обвалилась еще больше уже 37 20 сегодня купить сейчас было на черном рынке вот соответственно гривна обесценивается но вот с этими полосочками или без полосочек и ситуация до сих пор неизвестная я еще с максимом загрева не обсуждал эту тему насколько это интересно с точки зрения коллекционирования сможет ли он сделать фотографии в каталог и каким-то образом унифицировать данную тему насколько это будет у кто актуально будем посмотреть но я мое мнение вы знаете что в коллекции свыше 500 гривен банкноты я бы не рискнул доллар держать потому что инфляция может сожрать ваши деньги даже если посчитать курс был 27 то есть 500 гривен разделить на 27 это 18 с половиной долларов умножить на 37 и 2 то сейчас это получается 688 гривен данные банкноты 500 гривен продаются в среднем по 650 гривен мы за начало войны грубо говоря за пять месяцев уже потеряли 30 гривен на банкноте при условии если у вас купили бы за 650 гривен банкноту то бишь за 150 гривен к номиналу соответственно у нас такие банкноты продаются крайне редко поэтому перспектива на дальнейшее понижение гривны и вероятность того кто что я уже говорил что данные монеты могут превратиться в копейки то есть гривна копейки да вот так можно их назвать то есть одна гривна это будет как одна копейка 2 гривны 5 и 10 гривен это будет как 10 копеек ну вы поняли да к чему я клоню то есть перспектива падения гривны еще сохраняется поэтому держать такой крупный номинал в коллекции очень рискованно дорогие друзья поэтому если я показываю что классная банкнота для коллекции но инфляция может сожрать эту банкноту гораздо быстрее чем рост стоимости данной банкноты поэтому очень внимательно относитесь к таким вещам первого образца банкноты то есть предыдущего до относительно этой банкноты с 2006 по 2015 год те банкноты в принципе еще имеют место на жизнь и имеют стоимость роста преодолеющую инфляцию но если произойдет резкий скачок гривны то и их тоже инфляция может сожрать стоимость тех банкнот поэтому задумайтесь очень внимательно и осторожно на том чтобы отложить например вот у меня есть 500 гривен банкнота 2021 года но здесь есть уникальная печать и это редкое явление я уверен таких банкнот существует всего две-три не больше на всю страну с печатью тема очень интересная потому что это действительно как юбилейная банкнота в коллекции плюс данную банкноту захочется положить рядом там с другими городами например также еще скоро выйдет 300 лет сковороде банкнота 500 гривен если там будет надпечатка наподобие 30 лет независимости то все эти банкноты ложатся рядом плюс данные банкноты интересны чем с печатками кстати по ссылке в описании вы можете там что-то себе прикупить если осталось еще что-то и банкноты и открытки там есть много чего самолетиком с кораблем пересмотрите по подберите для себя для коллекции пока это есть потому что все тиражи имеет маленькие для коллекции то что надо так вот когда выйдет 300 лет сковороде если там будет что-то наподобие 30 летние зависимости по просто цифра 300 там снизу надпись допустим летом может быть еще фио напишут этого деятеля то как бы это будет типа обычно 500 гривен им пускай там с необычной серии с тиражом 50000 штук анонсировал национальный банк украины банкнота тогда будет представлять некую серию банкнот с надпечатками и эти банкноты тоже лягут туда же рядом нашу коллекцию по одной простой причине это период войны мы будем помнить как память данные события каждая печать стоящая на банкноте загашенная укрпочты в период войны это юбилейная банкнот это не просто скажем так обычная какая-то печать нет это событие которое каждый из нас знает что это за событие вот в этом интерес данных банкнот поэтому не проходите мимо и если вы видите в банкноты где-то и вас устраивает стоимость рекомендую все-таки прикупить такие вещи потому что это делается чисто в индивидуальном характере частным образом с микротиражом то есть там нету пять тысяч шесть тысяч банкнот нету две тысячи нету 500 даже штук нету понимаете это две три штучки 15 штучек там единичек у кого-то побольше да там 15 раз поставили печаль вот 15 штучек тебе а теперь добавляем сюда испорченные печати еще и все и еще меньше становится банкнот и таким образом это превращается все в очень редкий коллекционный интересный предмет знаю который имеет популярность на всей стране под названием украина понимаете то есть все в украине знают и за границей тоже те кто покупают филателлию они тоже знают что это за печать соответственно интерес повышается к таким предметам поэтому задумайтесь не упустите или сделайте себе когда выйдет новое что-нибудь чтобы реально запомнить этот момент на всю жизнь или как минимум сохранить этот этот момент на и предмете который будет передаваться поколениями как коллекционный материал и все будут знать что это такое особенно если рядом всегда с этой банкноты прикладывать конвертик марочку допустим вот так вот вот так в сборе это все можно продавать это будет вообще набор подписывайтесь на канал всем удачи пока